Продолжение следует... В таком состоянии уже более, так сказать, почтенного возраста, чтобы Бог сохранил им разум, например. Чтобы они здоровым разумом могли перейти к Господу. Есть люди, которые просят, чтобы Бог сохранил им память, чтобы они могли помнить. Вы знаете, есть многие люди в старости, они не ориентируются, не помнят и так дальше. А ведь фактически в старости мы приближаемся к самому главному моменту нашей жизни – это встреча с Господом. И так хочется, чтобы нашего Господа встретить совершенно осознанно, в таком ясном уме, как, например, уходили прямо с Нивы Божьей, люди уходили на небо, и, в общем, забирал Бог их. Апостолы там их казнили, но они закончили путь встречи с Господом. Не знаю, о чем вы молитесь. Я действительно прошу Бога, чтобы я действительно, не знаю, чтобы Бог определил, я прошу Бога, чтобы Господь дал мне совершенно светлый разум, ясно, чтобы действительно мой переход был осознан и ясный. Я думаю, что это очень… Я знаю много моих друзей моего возраста, они начинают об этом молиться. Они начинают молиться и просить Бога, Господи, вот хочется… Потому что когда мы, как пасторы, имеем опыт перехода людей в вечности, многих, и есть разные переходы. Есть переходы такие сияющие, светлые такие, а есть не очень такие. Я часто задаю себе вопрос, собственно говоря, почему так получается? Ведь, собственно, все дети Божьи, все имеют те же самые обитывания. Что в жизни происходит, что мы по-разному как-то уходим с этой жизни? Я задаю сегодня вопрос тебе и вам. Задумались вы серьезно, что должно происходить в жизни верующего с течением лет? Что должно происходить? Почему нас Бог сразу не забирает? Мы скажем, служение Богу, как сегодня говорил Павел, такой хороший проповедь говорил, построение церкви мы строим, Бог строит и нас употребляет в том, чтобы мы строили на этой земле церковь. И я думаю, когда мы с вами вообще, если мы с вами так посмотрим на все, что нам как-то приходит на память, мы бывали на разных конференциях, мы где-то нас мотивировали в каких-то направлениях, я думаю, что мы сразу можем сказать, что с течением лет мы сразу думаем о духовном росте. Мы должны духовной вирости, какой-то возраст, полного возраста Христова, мы должны что-то, наверное, познать тайны Божьи. Мы должны стать отцами, в смысле, все верующие. Помните, Иоанн говорит, что пишу вам дети, пишу вам юноши, пишу вам отцы, отроки, пишу вам юноши, пишу вам отцы. И мы себе не совсем представляем часто, что это значит, что мы должны стать кем-то. И когда мы говорим о духовном росте, я думаю, тоже у нас есть здесь какие-то, может быть, неправильные понимания. Меня попросили на одну пастырскую конференцию подготовить проповедь на тему о духовном росте. И я был очень удивлен, когда я начал изучать этот вопрос, когда я пытался найти какое-то основание для этой проповеди, я был очень удивлен тому, что именно Библия учит по этой теме. Я знаю, о чем я слышал, я знаю, что я сам к чему призывал, я знаю, о чем я говорил. Но вот когда я готовил для пастового эту тему, меня вдруг как-то я посмотрел, что не все то, что мы часто как-то произносим, является тем, о чем говорит Библия. Может, мы и правильно говорим, может, мы термины управляем разные, но в принципе я для себя кое-что нашел такое, что мне очень удивило. Я сегодня хочу с вами поделиться, если, допустим, что-то будет вам как-то не по сердцу, вы можете подойти, сказать мне, но я действительно хочу все время поделиться чем-то, что для меня казалось бы таким очень важным для нас в наших отношениях с Богом, в том, как мы себя перед Богом ассоциируем, и что в нашей жизни должно происходить. Я действительно пытался найти Библию с обоснованием относительно призыва царя духовно, и вот, что я нашел в Библии. Я не нашел в Библии буквального призыва расти духовно, потому что, в принципе, это невозможно. Сейчас я объясню, почему. Не спешите возмущаться, не спешите вспоминать многие места, я сегодня вспомню те места, о которых мы говорим, об этом я и сегодня почитаю, но потому что я думаю, что расти в нашем естестве, вредно для нас, потому что мы становимся очень важными, потому что мы считаем себя кем-то, и у нас появляется какое-то неправильное состояние. И когда вы вспоминаете, например, послание семи церквам, которые сначала были очень такими успевающими церквами, и потом, когда вы видите, за что Господь делает им замечание, не за их деятельность, не за то, что они делают, а за что-то такое глубокое, серьезное, например, за любовь, первую любовь, или, допустим, или там, что они неправильные вещи делают. Почему я считаю, что вредно? Потому что, когда мы с вами стали детьми Божьими, мы в Духе, в принятии Господа, через Духа Святого, мы получили все. Как дети Божьи, мы получили все в нашем Господе Иисусе Христе. Мы тогда уже это получили, потому что Дух Святой живет в нас, совершенный Дух Святой живет в нас, и мы все получили. И Библия об этом говорит, что Евреям 10.14, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными и освящаемых». Это делает Бог. Он делает нас действительно совершенными в том плане, как детей Божьих. Он нас усовершает, поэтому принимает, Он нас оправдывает. И вот оправдание в этом смысле, знаете, что значит? Вот когда, например, если вы когда-нибудь сталкивались с судебными процессами, ее суд, и вдруг заканчивается суд, и человека оправдывают, и это значит то, что суд довел, исследовал, что человек невиновен. Когда Бог нас оправдывает, Он оправдывает нас с миллиардами грехов. Ну, в смысле, мы были виновны, у нас было миллиард грехов. Но то, что Бог нас оправдывает, то есть Он называет нас невиновными, потому что Он реально в жертву Христа нашу вину перекладывает на Христа, и на нас смотрит, как вроде мы не грешили. И Он с нами так относится. Он не просто юридический для вечности, чтобы мы вечности не были грешниками, Он нас делает невиновными и так относится с нами, как к несогрешившими. Я не говорю о последующих грехах, которые нам надо привить порядок, но я просто о самой факте искупления. Господь с нами так относится, как к несогрешившими. И в этом плане Бог действительно в благодати Своей дает нам все то, чтобы мы были полноправными членами Его тела. Бог не когда-то по нашему росту нас вкладывает в тело Христово. Он нас сразу туда вкладывает. Это тело Божие, совершенное, какое оно есть. Это мы получаем момент нашего уверования. Если с нами произошло то, что называется рождением свыше. Если семья Божия родила нас для Бога, и мы по сути стали Божьими, потому что мы родились для Бога. Я думаю, очень много проблем было. Я помню, я в своей молодости, я вообще не мог понять вообще суть того, что называется рождением свыше. Мы знаем, что мы говорим, много проповедей. Но когда мы говорим действительно о том, что Бог сделал с нами, Бог фактически, если так можно сказать, если так можно выразиться, потому что если Бог говорит, что Никодим, если ты не родишься свыше, не можешь видеть Царство Небесное, и Никодим закон его просто дает. Он говорит, Господи, а как это можно быть? Но как старый человек может выйти в утробу матери? Он понимает, что Христос говорит, он понимает о реальном рождении. Он должен родиться, и там слово этого значит, что он родится. Христос говорит ему, что нужно родиться от воды и духа, и это означает, что фактически мы должны реально родиться от самого Бога. Как мы рождаемся в этот мир? Две клетки соединяются отца и матери, и мы становимся ими детьми, потому что у нас есть их часть. Когда мы рождаемся свыше, мы фактически, по сути, реально рождаемся от самого Бога. Если так можно сказать, это неправильно, извините, просто как иллюстрация, часть Бога входит в нас, и мы становимся божественными. Ну, даже не часть, а Дух Святой входит в нас. Сам Бог входит в нас, и мы, по сути, становимся божественными. Это настолько большая тайна, это настолько большое чудо, что Бог людей, которые были воскривнены, Он вводит в свою семью. Так вот, в этом плане мы при рождении свыше получаем то, что мы получаем все. И в сущности, в жизни, мы с вами познаем, когда мы с годами, познаем то, что нам уже дало оно, то, что мы уже есть во Христе. И когда мы это познаем, оно приводит нас к реальности того, что уже есть в нашей новой природе. Именно в этой новой природе, не в нашей плоти, не в нашем душевном характере, а в новой природе, мы начинаем это познавать, мы начинаем восхищаться, хотя, по сути, это было дано нам с самого начала. Рост благодати, познание, держаться в голове Господа, взбирать на Его славу, это нас преображает у вас Христа в то, что мы действительно изначально Бог нам дал, как детям Божьим. И когда мы говорим, что мы в росте, братья и сестры, то всегда Писание, если вы помните, Писание призывает, или оно дает нам понятие, мы растем не туда, а туда. Мы не в гордости возрастаем, не в знании, не в значимости, мы возрастаем в смирении. И в Библии это называется ростом. Помните, Иоанн говорит, когда он исполнил свою миску, он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. И в этом суть христианства. И Христос потом учил учеников, он сказал, кто больше, так дальше мы сегодня коснемся. То есть, мы очень часто себя как-то сферим всем, я вот, я вырос, и мы, этот человек, такой важный, потому что он вырос духовно, но это, может быть, термин неправильный подбирается, но это не то, что называется действительно в Библии духовным ростом. Иисус Христос, который обращает внимание, с кем он на мире делал, и на себя обращает внимание, он говорит не совсем о каких-то очень важных, значимых вещах, а он говорит вообще-то о смирении нашего сердца и о нашем благоговении перед нашим Господом. И вот места, которые по этой теме, я сейчас почитаю их, это несколько мест, которые говорят о том, что действительно мы должны возрастать. 1, 2 Петра 3, 17, 18. «Итак, вы возлюбленные, будучи предварены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастаете в благодати». Что такое «познать благодати»? Мишу, разнемся. «И познание Господа, нашего Спасителя из Христа, Ему слава и ныне в день вечный, аминь. Возрастание в благодати, то, что нам даровано, и возрастание в познании Господа, уподоблении в образ нашего Господа Иисуса Христа. Помните, Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас, и возьмите иру муя на себя, и научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Это говорит Бог, создавший всю Вселенную, и Он говорит, «Вот этому нужно научиться. Этому в жизни нужно научиться, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И вы будете иметь абсолютное удовольствие. Я как-то вспомню, у меня приехала одна женщина, кажется, с Кировограда она приехала, у нее были проблемы, и как-то мы разговаривали с ней, и она говорит мне, я из новообращенных людей, я в церкви осталась одна из моих друзей, говорит, у нас был такой год, что нас принимало за один раз 80 человек крещений, это были 90-е годы, и был такой бурный рост. Она говорит, и сегодня никого нет в церкви. Я говорю, почему? Что не было искать покаяния? Да, говорит, было, люди очень успокаивались, но потом, говорит, когда мы были в церкви, нам всем показали, мы вот здесь люди, знаете, как в армии, мы уже здесь деды, в смысле, может, женщины не знают, что такое, а вы там, молодые солдаты, и вы, пожалуйста, знаете свое место, мы тут знаем, кто мы, мы уже тут выросли, мы уже имеем опыт, мы прошли страдания, и говорит нам, даже, говорит, когда какое-то даже членское собрание было, нам просто, мы пытались как-то сказать, какой-то свой миск, ты сиди вообще, ты откуда пришла, ты кто была до этого, сядь и сиди. Библия не говорит о том росте, когда мы становимся важнее других людей, Библия говорит о том росте, когда мы действительно считаем себя меньше других людей, и почитаем других выше себя, Библия об этом говорит, это является действительно тем, что определяет нас, как тех, кто уподобляется образцу Христа, тут сказано, что в Колоссянам 2, 18-19 написано, «Никто да не обращает вас самовольным, смирно мудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно набиваясь плотским своим умом и не лежать с головы, от которого все тело со старыми и связами будет соединяемо и скрепляемо растет в возрасте Христовым». Я сейчас считаю все места, которые говорят о росте, в возрасте Христовом, и о том, что они говорят. Здесь сказано, растет возрастом Христовым, а Христос призвал нас, я уже это сказал, Он призвал до нас, что мы должны умолиться, должны смириться, и тогда возвестится Христос, и тогда это уподобление образца Христа. Это действительно познание того, что нам Бог дал в самом начале. В Турген-Коринхене 3,18 написано так, что мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, приближаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. И это есть механизм освящения, или мы говорим, мы фактически взирая на Христа, на Его славу, на Его смирение, на Его подчинение, на то, что Он был послужен до смирения крестной, мы приближаемся в тот же образ, мы получаем то же самое смиренное сердце, мы получаем действительно то же самое, что мы можем служить людям просто по любви, и мы не думаем о себе, мы действительно думаем о нашем Господе. И когда мы действительно проявляемся, что мы имеем в виду, когда мы говорим о духовном росте? Что мы имеем в виду, когда мы говорим, и для чего это вообще нужно? Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что нам это нужно? И вообще, для чего мы хотим этого, то, что мы называем духовным ростом? Что Он это нам дает? Что меняет это в нас? Если смотреть контекст, то, что мы сейчас прочитали. И третий вопрос, можем ли мы себя взращивать? Вообще, что мы считаем зрелостью или духовно взрослыми людьми? Я, знаете, так прикинул, что мне приходила память, иногда это считается тем, что мы имеем власть и силу в слове, вот действительно, есть сила в слове, и мы считаем, что это духовный рост. Или власть в духовном мире, наступать на всю силу вражу, например, и на то, что Господь нам пообещал. Или способность иметь более грамотные решения, чем другие братья, именно, я считаю, что это тоже духовный рост, что есть, ну, и как-то более знатнее. Действительно, что такое духовный рост? И мы говорили, что я сказал, что я в Библии, в принципе, не нашел это понятие возрастать. А я его не нашел в том смысле, в котором часто я слышу, мы его подразумеваем, к чему мы призываем друг друга, к чему мы призываем в действительную церковь Божию. В этом смысле я его не нашел. Это понятие есть, этот призыв есть, но не в том смысле, к чему мы призываем. Я же сказал, что нам даровано во Христе все потребное для жизни и благочестия, нам уже все даровано, а открываем ли себя через познание нашего Господа? Открываем мы, когда мы действительно познаем нашего Иисуса Христа. И мы это получали, повторюсь, как только мы стали детьми Божьими. Есть еще одно повеление, это 2-е Песня Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, и там стоит такое слово, усовершайтесь, и это слово означает, исправляйте поврежденные, то есть ремонтируйте. Когда вы посмотрите, что это слово значит, в реческом оно означает, усовершайтесь, то есть вы приведите в порядок то, что вы имеете. Утешайтесь, будьте единомыслены, мирны, и Бог любви, и мира будет с вами. То есть, если что-то, то, что мы получили с вами, мы не это... разрушили, потеряли, где-то там, что-то где-то не устояли, и Бог говорит, пожалуйста, исправьте его. Но в этом месте речь идет действительно не о том, не о совершенстве как о росте каком-то, как значимости, но о исправлении и ремонте. И даже в вере мы с вами не растем так просто, мы растем всегда в действии, вера наша возрастает, когда мы служим Господу, когда мы что-то делаем, и Бог нас благословляет и отвечает, и эта вера возрастает просто, когда мы действительно делаем, у нас появляется опыт веры. Ну, когда вы, например, у вас есть такая проблема, скажем, сейчас такой радикальный момент, вот, например, есть человек, который нуждается в духовном освобождении, и вы знаете, что от Бога есть обетование, например, какое-то, не какое-то, а четкое, что верующие имеют власть в этом деле, и вы, например, чувствуете, что вам нужно эту власть сейчас использовать, нужно это использовать, и вы сомневаетесь, а получится, не получится, а не посмеются надо мной, там, люди, всякие такие вещи, и у вас здесь направляются очень много сомнений, и ваша вера как-то колеблется, но когда у вас уже был опыт, когда у вас один и два и три раза это уже происходило в вашем опыте, у вас есть, у вас вера имеет какое-то основание, это уже есть опыт веры, потому что вы уже это имели в жизни, уже Бог вам это давал, вы это уже использовали, если мы посмотрим, например, когда Бог говорит о церкви, он, когда говорит о том, что в церкви должны быть люди, которые должны бы как-то иметь от Бога дар, что-то делать в церкви, истину Божию приводить сюда, то есть о служителях, например, о пастырях, то там есть условия для людей, которые предлагаются заслужения, эти условия, кто может быть пастовым, по нашим понятиям в росте уже требует очень большой взрослости, то есть какого-то опыта в жизни, опыта в отношении с Богом, опыта в рождении с Богом, и мы читаем там, что эта опасность вот такого, знаете, осознания такой взрослости или возрастания очень опасно для наобращенных, так как может врыть гордыню, которая является крахом всего. Вот почему Господь, когда хочет явить на такое какое-то действие, славу через нас, Он не делает это ради того, ради милости к нам, чтобы мы не сильно не подумали о себе чего-то, чтобы мы не возгордились и чтобы не посчитали, что мы такие уже убога, такие люди, очень важные и Бог должен нам пользоваться, потому что мы уже где-то находимся на той шкале возрастания где-то высоко. Знаете, о чем я на эту тему думал, о чем я подумал? Вообще, возрастил ли Христос до совершенства своих апостолов? Нет, не возрастил. Я потом читаю, например, что Петр молодушествовал и Павел его обличал в том, что он поступает неправильно в Антиохии, что он скрывался, он как-то там кривил душою, то есть апостол Петр не имел этого совершенства и другие. И второе, если мы говорим о каком-то зрелости, в том, что человек способен что-то делать, то как взращивал Бог Моисея? Что Бог достигал в Моисея, когда он считал, что он стал годным на то, чтобы весь народ Израиля, больше того, не только народ Израиля, он сделал великим мужем Божьим, потому что он имел общение с Богом, получил закон и все, что Бог дал для народа своего и для нас сегодня с вами, что важно, определяя действительно святость Божию и его законы, как его Бог взращивал? Он что его мотивировал? Ты будь уверен в себе, ты имей правильную оценку о себе. Мы же помним, где Бог взращивал в Моисея? Он его взращивал возле Овец. Он его на 40 лет послал ковцам, вот этого человека, который был принцем Египта, и Бог там его взращивал, только не туда, а туда взращивал. Это рост в том, чтобы понимать, кто мы действительно на самом деле, не основываясь на нашу гордыню, на своем мнении, на наши претензии, а чтобы понять, кто мы такие, что мы действительно и от кого мы зависим. И поэтому Моисей стал великим в том, что он стал кротчайшим человеком, кротчайшим всех людей. Все евреи считают Моисея великим. Помните, когда были дискуссии со Христом у них, они говорили с Моисеем, Бог разговаривал, а ты кто? И они считали, что Моисей это действительно тот, который у Бога великий человек. Но Бог говорит о Моисее, что он был кротким. И кротость это действительно кротость. Это вот состояние действительно, когда человек понимает, кто он перед Богом, и он не питается как-то, помните, даже когда на его восстали, когда хотел бы быть камнями, и Бог говорит, я их сейчас всех уничтожу, отступил от них, он падает на свое лицо, он 40 дней не ест, не пьет господелы этого, хотя эти люди хотели его убить. Это состояние того человека, который действительно близко с Богом. Это человек, который, как назвать можно правильным словом, он действительно вилос до величины ребенка. Помните, я не помню, я такой стих считал, что вырастает до величины ребенка, потому что такие наследуют Царство Небесное. Христос говорит, если не умолитесь, как дети, вы не увидите Царство Небесное. Причем здесь наша важность, причем здесь наши какие-то претензии, то, что мы как-то пытаемся часто иллюстрировать. А вы помните, как Авраам стал другом Божьим? Он просто слушался Бога. Он слушался Бога и верил, и он стал другом Божьим. Если Бог в нас чего-то добивается, добивается в нас, если нам что-то деснуло, должно быть то, что нужно определить, как зрелых людей, то это Бог добивается послушания и доверия Его Слову, как Авраам. Он хочет, чтобы мы абсолютно доверяли Его Слову и верили. Он хочет, чтобы мы поддетски доверяли нашему Господу, как дети доверяют своим родителям, маленькие дети. Как дети с друг другом соревнуются, «А мой Отец выше девяти ножов дома, а мой Отец выше этого, а мой Отец выше неба». Я сказал, «Мой Отец и для них это абсолютный авторитет». Бог хочет, чтобы медицины были такими, будучи взрослыми, будучи многознающими. Вы не обращали никогда внимания, что это так удивительно в Священном Писании, что все великие люди, которых Бог называет великими, они были пастухами овец. Ну, Давид, ну, Моисей, тот сам и Абрам. И, братья и сестры, я уважаю внимание, делаю такой акцент по распутиманию. И взяты прямо от овец для неимоверного великого служения. Они что-то не достигали, какого-то, вы знаете, признания людей. Бог берет людей от овец, оттуда, когда они просто пастухи, и начинает им пользоваться. это самое правильное состояние сердца, которым Бог может пользоваться. Не знаю, как вы, у меня бывает неправильно представляю об этом, я действительно как-то по-другому думаю, поэтому я когда читал, я сказал, что я нашел нечто, что мне было непривично. Я бывал на многих конференциях, я бывал на многих таких мотивирующих конференциях, о миссии, о служении, о лидерстве, о создании церквей, но я не был ни одной конференции, которая учила, как смиряться перед Богом, как идти вниз. Я ни одной такой конференции в жизни не встречал. Все говорили о таком значимом служении, о чем-то, но о том, чтобы смириться настолько, чтобы слышать Бога постоянно, что и Бог пользовался, как мы, Моисеем, другими, мы как-то не говорим. У нас какая-то другая шкала вот этого определения. И для меня это было действительно удивительно. Перед, вот я сказал, что многие были взяты ответственно на великое служение, и перед призванием Бог тому овес учил их самому главному. Он учил их смирению, и Бог преобразовывал их сердца. Вот это была Божья школа. Это были самые сильные семинарии. Это было то, что позволяло людям потом иметь с Богом общение, идти на жертву, не искать своего, пойти даже до смерти, быть верным Богу. Это он учил там, у этих бессловесных животных, которые очень смиренные и кроткие. Друзья, сёстры, почему смирение является показателем годности для Бога, для всякого служения? Потому что Бог не действует противоречиво, потому что Он не может действовать вопреки своему характеру, потому что Он сказал, я кроток и смирен сердцем. Бог не может действовать вопреки тому, что Он сделал ценным. А Он это сказал, Он это заявил перед всеми, что Он, вот этому нужно научиться в жизни. Для этого даны годы, для этого даны действительно жизнь, чтобы нам научиться, потому что мы все падшие грешники и мы все страшно гордые. гордость и любовь эти антиномии, вот, и мы действительно гордые люди. Только в одних направляется по одному, других по другому, и Бог, насклавое Свое Царство, Царство Смирения и Кротости, Царство Любви, Он нас учит именно этому. Он не ломает нас сразу. Он нас в жизни этому учит, и я думаю, что именно это называется уподоблением совершенства нашего Господа. Это называется то, что можно назвать действительно ростом. Если посмотреть на все Священное Писание, то это заметно везде, что Божий взгляд на человека был обращен только тогда, когда человек чувствовал себя нижним, неадекватным, непригодным. Вы помните, как Бог призвал Моисея? Вы помните, как Бог призвал Давида? Вы помните, как Бог призвал дара Саула? И Бог говорит Саулу, разве ты не был в глазах твоих меньше всех, когда ты потерял эту высоту, он говорит ему, когда ты потерял эту высоту, ты же был на этой высоте, потому что ты был в глазах твоих меньше всех. И он потерял десну, потом не знаю последствия, какие Саул имел. если Бог хочет кого-то действительно особенно использовать, то Он позволяет, чтобы его унижали до самой земли. И открывал ему глаза, чтобы они увидели себя в истинном свете. Бог так делает. Вы помните, все служители, они перед тем, как приспослужение, кроме его вес, они еще проходили через пустыню. Павел об этом говорит, он говорит, что там в пустыне он учился смирению, чтобы действительно понимать Бога. Бог действительно тех, которые призывают, Он дает такую благодать почувствовать себя малыми и ничтожными. Не мал ли ты был, Бог говорит. Помните Самуил, помните Гедеон, Иоанн Креститель. Он привел их в мир, но перед тем, как привести их в мир и использовать их, потому что Иоанн с самого детства был исполнил Духа Святого, Он сильно смирил их родителей. Он сильно их смирил. Они говорили, Господи, только дай нам хотя бы ребенка. Например, Иоанна Креститель, мать молилась всю жизнь, это был позор, она потом говорит, он снял с меня позор мой. Помните Анна, помните Гедеон, когда Ангел явился. Перед тем, как действительно привести людей, которые понимают Бога, которые знают характер Божий, сердце Божье, Богу нужно будет смирить их родителей и потом им дать односледство. Или конкретно их. Мы о них говорим сегодня, как о великих мужах Божьих, но их величие не определяется тем, чем мы сейчас определяем. Определяется тем, что они были смиренные и кроткие, что они любили Бога, что они себя считали никем, что они готовили послужить Богу всей своей жизнью. В этом была их высота. когда приходили эти люди, которых Бог смирял, то они приходили уже каким-то образом защищенные от надмирности и важности. Мы часто думаем, что вот это состояние, которое, как в каком призвал Бог Давида, Моисея, Авраама и всех остальных людей, например, Бог призвал Павла, когда он был очень важным, но Бог его потом в пустыню повел, и потом Павел говорит, я наименьший из апостолов и не достойно называться им. То есть Бог всегда производит вот эту правильную оценку в нас. И мы так часто думаем, что Бог, например, когда Бог призывает, Он должен достичь этого. У нас должно быть очень кроткое смиренное сердце, у нас должно действительно быть правильное понимание, кто мы такие на этой земле, а потом мы должны стать авторитетными, влиятельными. Я напоминаю, Бог говорит Саулу, разве не мал ты был в глазах твоих, почему же ты изменился, почему же ты в глазах твоих стал великим, в этом твое падение. я хотел бы сегодня обратиться, может кто-то из нас есть сегодня, а здесь мы есть служители, я хотел бы, чтобы мы, поскольку я это говорил братьям на пасховской конференции, я их спросил, братья, вспомните, когда Бог вас ставил на служение, если Он ставил, если Он ставил вас, такими себя считали? А кем сегодня мы себя считаем? Давиду Бог говорит так, я взял тебя в этот вес, почему ты теряешь эту высоту? Я же тебя взял оттуда, именно там я тебя нашел достойным этого, я там уже нашел тебя достойным того, чтобы взять тебя на это служение. Мы очень часто говорим о духовном росте, и часто то, что мы об этом говорим, часто это бывает не библейское учение. И даже когда Павел говорит, что по времени нам надлежит быть с учителями, он не имеет в виду, что они как-то должны были стать такими перфектами, знаете, вот такими великанами. Он имеет в виду, что они должны были понимать уже тайны Божьи, но тайны свои Бог открывает боящимся его. И другого мнения в Библии нет. Бог открывает тайны тем, которые смирены пред ним, потому что написано в Псалом 24, 14, тайна Тайна Господня боящимся его и завет свой он открывает им. Если Господь чего-то желает от нас в вопросе нашего уподобления в его образ, то это он ожидает того, чтобы мы могли смиряться перед ним, чтобы смирялись всем своим сердцем, всем своим естеством. есть такое место в Писании, это послание Петра, 5 глава, 5-6 стих. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я не знаю, можно много чему учиться, можно чему-то научиться на семинарах, можно чему-то научиться в семинариях, но мне кажется смирению тяжелее все учиться, потому что смирение это состояние сердца, которое действительно должно что-то пережить, что-то претерпеть, что-то должно произойти. И здесь сказано, что Бог действительно смиренным дает благодать. Когда мы с одним моим другом разговаривали, он говорит, слушай, ты мне это место никогда не приведи, оно против меня, оно меня как-то обличает всегда. Но это правда, это правда, потому что наш Бог такой, и потому что именем Духа Божьего. Сегодня в этом так было хорошо, очень много сказано на утром собрании. Я одну проприюн слушал просто в онлайне, а второй раз и слушал здесь еще. Также и младше повинуйтесь с постырям вашим, все же подчиняясь друг другу, облегчите смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, вы смиритесь, а Бог вознесет. Вот этот механизм, как Иоанн говорит, мне должно умоляться, а Бог вознесет. И знаете, я так думаю, что когда, например, Иоанн самый великий из пророков, как его Христос называет, и то, что он явил здесь, он был великим, и вот в конце он говорит, собственно, мне нужно ниже, 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 потому что подняться, и потом он заканчивается свою жизнь, нам кажется, бесславно. Казалось бы, ну как это так, какая-то девушка там, нехорошее поведение, потанцевала, и такому пророку из-за этого голову снести, да Бог мог бы как-то его в почете забрать. Вот мы часто хороним людей, и мы говорим, о, Бог благословил этого человека, я знаю такие ситуации, я сейчас, это не как, не то, что как сегодня говорю, я знаю, я видел, как Бог действительно людей почитает и в смерти, а Бог говорит, ну это не совсем то, что определяет там важность жизни, он говорит, ну посмотрите на Яна, и мы просто взяли, как пошли в Батимисус, снести голову, и все, и там только ученики потом забрали его. По-настоящему великие, это те, которые в тишине, в кротости, действительно видят величие Божье, и это их тишает. Это те, которые действительно имеют тихое сердце, помните, как Илья говорит, что Бог не в вихре, не в громе, не в землетрясении, не в развивающем скале, а в тихом веянии ветра. Это состояние сердца, которое способно видеть и слышать Бога. Вот когда вы берете руки Библии, и вы открываете ее, и у вас такое состояние, вы открываете, и эта Библия буквально говорит вам. Вы много раз читали эту страницу, читали и не видели, и вдруг Бог вам говорит. Четко и ясно. Вы принимаете, и вы слышите, Бог касается ваше сердце. Это бывает не только, когда мы, знаете, где-то в таком темпе, где-то мы бежим, спешим, что-то делаем. Это бывает, когда действительно наше сердце как-то утишилось перед нашим Господом, и мы слышим голос Божий. Еще часто мы говорим о зрелости, как о взрослости, то есть способности иметь правильную оценку, следовать правильным приоритетам, и я думаю, что это действительно показатель того, что мы имеем дело с Богом. И вот Павел говорит, как, будучи уже в конце своей жизни, он подводит той своей жизни, он так говорит, в послании к Коринфянам, он говорит, извините, я здесь не написал голову себе, и потому я бегу не так, как на неверное, и берусь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, превращая тело мое, дарю преду другим самоуказание достойным. Он говорит, что в принципе вопрос смирения и превращения тела это вопрос всей жизни. Это вопрос всегда для нас очень актуальный. И даже если вам кажется, что вы уже очень смиренный человек, вы смирились, есть результаты, есть опыт, и вдруг вы чувствуете через какое-то время какая-то ситуация, и чувствуете, у вас что-то срабатывает не то, что называется крутостью смирением. Вам нужно постоянно в это состояние, чтобы оно обновлялось через общение с Господом, через познание Бога, потому что это то состояние, в котором Бог с нами имеет дело. еще есть нечто очень великое, что действительно великое в нашей жизни, это Евангелие. Это действительно то великое, которое, когда мы начинаем познавать, распространять его, только ради него стоит лишать себя всего. И мы лишаем себя чего-то ради чего-то большего. И вот Евангелие, проповедь Евангелия является очень великим. Великим. Апостол Павел говорит, что я ради него готов на все. Только ради него стоит лишать себя все, чтобы быть участником его. Жертвовать всем разумно только ради большего, более ценного и доброго. И все подвиги Павла, он говорит, все, что Бог через меня сделал, все, что он прославился, он говорит, что эти подвиги не ради подвигу, не ради значимости или успеха, или быть успешным, но потому что он восхищен Евангелием. Он говорит, все же это делал для Евангелия, потому что Евангелие, действительно, это слава Божья, потому что Евангелие, это действительно милость и любовь Божья, это то, что показывает характер Божий. Это совсем другой мотив, чем быть успешным евангелистом. Я помню, когда-то в 90-е годы, в 80-е годы к нам приезжали многие проповедники, делали такие эволюционные собрания, помню, приезжал и Андрей Бодовенко, такой был таким горячим евангелистом, и когда они проповедовали, многие люди выходили и каялись вперед. И я думаю, вот если бы через меня это было. Мне бы Бог это не давал. Я же понимаю, что это неправильный мотив. А почему бы ты хочешь, чтобы тебе это было? Радуйся, что Бог обратил. И я так подумал, я сейчас оцениваю, и мне хотелось в этом виде, что Бог действительно из меня действует, значит, где-то у меня что-то есть правильно, что Бог начинает действовать, и Бог это делает. И для меня это было тогда очень важным. Очень. Я об этом думал. Меня это как-то волновало в мое сердце. Это же спасение людей и так дальше. Но мотив-то был не совсем правильный, если вообще неправильный. И потом, когда меня как-то перестало вот это волновать, что-то через меня, и Бог очень многих людей приводил к себе, и они каялись, и все. Но меня тогда это не вызывало как такой, знаете, эйфории, что вот Бог сделал. Вот Бог сделал, и вот Бог пользуется тобою. Когда Павел говорит, я это делаю для Евангелия, он не делал это потому, что были показатели, чтобы вот как объяснить. Он делал, потому что он действительно понимал, что Бог спасает через Евангелие, и он хотел просто быть участником вот этого всего. Много очень дел, которые делаются в христианстве, в нашем пастырстве, потому что нужно, и что это неплохо, не от восторга, когда реальность ее славы и любви вызывает на нас благогвение и огромную жажду отблагодарить нашего Господа за неверное доверие, за счастье принадлежать Ему. Когда мы не можем объяснить себе, почему Господь обратил наше внимание, по какой причине на нас свалилось это счастье, наше спасение. Такое огромное счастье, как такое огромное блюдо, что мы стали братьями Иисуса Христа, что мы стали Его семье, как я вначале говорил, что мы Его дети, что мы дети божественной семьи со всеми правами. Но это вообще не можно понять. И когда мы именно поэтому начинаем действительно искать, как Бога отблагодарить, это правильный мотив. Я говорил вчера на конференции, что по-настоящему служить Богу, если это правильное слово, служить, могут только люди, глубоко удовлетворенные Богом, люди глубоко восхищенные Богом, люди глубоко благодарные Богу, и когда они это делают из благодарности, это правильный мотив, это приятно Богу, это как в нашей семье. Когда, допустим, дети питаются, что-то нам как-то здесь благодарности, нас это очень трогает. Я не сказал это на конференции, но как-то сегодня я не спал, где-то с высшей ночи, как обычно, бывает при стройке времени. Я вдруг вспомнил один эпизод из своей семьи, у нас есть меньшая дочь, она как-то с детства едем, бывает, машине, она сидит, там что-то надиктовывает, надиктовывает, что-то сочиняет, сочиняет, она сидит одна, и там где-то три-четыре годика или пять, она сидит, там что-то надиктовывает, надиктовывает. Потом дети начали расти, началась миссия сразу, наша церковь сразу, действительно, было такое, что дети наши были оставленными, постоянно в этих делах, в этих погрузках, разгрузках, решения вопросов, документы, все это делали, потом и в церкви, и в душепечении, люди через наш дом проходят, дом, наши квартиры, проходной двор, каждый день это постоянно, и я думаю, что мы тогда, мы говорили об этом на женской конференции, что очень важно, когда мы детям уделяем внимание, когда мы действительно в этом вкладываемся и так дальше, и я не заметил, что, например, что где-то я, вот казалось бы, контакт хороший есть, есть любовь в семье, есть понимание, все хорошо, и потом где-то уже я в миссии работал, и не знаю, какой-то был год, в моем кабинете лежал на столе мой еженедельник, или ежедневник, как это называется, ну, в общем, дневник, который записывает все планы, там дела, куда надо все сделать, и как-то моя жена говорит, слушай, хочешь я тебе что-то покажу, я говорю, что там, она говорит, ну, на, вот возьми, прочитай, и в этом еженедельнике на страницах, которые уже прошли, в смысле неактуальны, там, где были чистые места, моя дочь писала мне письма, она садилась в моем кресле, там, это было после работы, она там занималась с детьми, она говорит, здравствуйте, папа, я знаю, что вам нет времени со мной пообщаться, я хочу с вами поговорить, я когда пошла эти письма, я расплакался, я когда-то все ненужно вспомнил, я опять плакал, ребенок пытался найти со мной какой-то октат, и я такой занятый, все это неправда, что вы знаете, найти для ребенка всегда можно время, ну, по крайней мере, несколько минут, до меня рядом живу, живем, это же не то, что мы живем в эту там, где-то там, сакраменто, или здесь, и меня-то как-то так сильно тронуло, я подумал, я когда потом думал, я думаю, Господи, какой ты был мой осердный, что ты меня помиловал, что я не хватало мудрости, я не мог это сделать, я вот когда, и вот она мне пишет, в конце говорит, я понимаю, у вас нет времени, я вам желаю там то-то, 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 я читаю, у меня сердце развивается, ну, как я так мог, но как я не мог это не заметить, я посмотрел на все, что после, что Бог помиловал мою дочь, она спасенный человек, она и тябожья, у нее своя семья есть, она и сейчас приходит каждое утро к нам, пытаясь нас обнять, там как-то провести свою любовь, я это не к тому, сейчас, что мы говорим о духовном росте, я об этом просто вспомнил, что Господь нам действительно часто учит, через такие какие-то моменты, которые мы даже никогда не думали, что Он может нас что-то научить, и при всей моей занятости, при всей моей важности, которую я считал, что это важно, я терял какие-то аспекты, которые действительно являются очень важными, и в нашем понимании, действительно, нашей жизни, нашего служения, нашего духовного роста, мы часто действительно, что-то не так, может я, не надо говорить «мы», надо говорить «я», я не так это оцениваю как нужно, я не знаю, кто как это оценивает, потому что это неправильно, я помню, когда один брат пропледовал у нас в церкви, а у нас был такой неугомонный Микола, и он говорит, мы, 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 он говорит, ты не говори мы, ты говори я. Я с того времени, мне было сказано, я этот рок принял из себя, я никогда стараюсь, замечаете, я стараюсь не говорить вы, потому что это мы. Я не стою на положении как-то учителя, чтобы сказать вы там. Это действительно правильно, потому что даже если что-то переживаем, о чем-то думаем, то это переживание, которое приходит из нашего сердца, и, во-первых, с нами Бог разговаривает. Братья и сестры, как бы нам это не нравилось, но умоление и смирение единственное условие быть использованным Богом. Быть использованным в нашем призвании, а не то, что мы, знаете, как-то считаемся кем-то, или там где-то поставлено к тому месту, мы как-то выросли единственное условие, использованное Богом. И я думаю, вы, когда сейчас вспомните какие-то моменты в вашей жизни, ведь действительно вспомните, что всегда реальность Божьего действия в вашей жизни была тогда, когда ваше сердце очень нуждалось в Нем, когда вы себя действительно как-то считали никем, когда вам действительно нужна была только Его помощь и еще другая. И тогда вы видели руку Божью, и тогда Бог вас благословлял, и тогда Бог утешал ваше сердце. И вам не нужно было какие-то такие, знаете, какое-то признание, важность, вам нужно было только один Бог. И это приходит тогда, он говорит, «Я признан сокрушенного духом и натрепящего перед словом моим». И вообще, если мы говорим о том, что мы можем как-то действительно употребляться в образах Христа и власти, то можно употребляться только в познании. И это действительно познание, но не знание. Познание – это нечто другое, чем просто знание о чем-то. Познание – это опыт. Познание – это реальный опыт взаимоотношений. Это слово употребляется там между мужем и женой, это слово употребляется к нашему Господу. Это опыт общения, единственное реальное единство с нашим Господом. Если это единственное познание, а не знание, то оно приводит к тому, что мы падаем вниз перед Господом, хватаемся за нашу голову и говорим, Господи, как такое может быть, что мы вообще тобой приняты, что мы тобой обласканы, что мы тобой действительно вдохновляем, что ты нас опять поднимаешь, ты опять нас призываешь, ты опять нас исправляешь. Вот это является познанием, когда мы действительно понимаем, кто мы есть. Если у нас нет этого смирения, у нас никогда не будет этого состояния, или как мы называем, роста, что это будет… И вообще не может быть такое состояние, чтобы какое-то наше состояние мотивировало Бога использовать нас. Потому что все это происходит от того, что Бог просто делает, строит свое царство, Он призывает людей, Он их использует, Он их приводит в правильное состояние сердца, и потом действительно дает им возможность что-то делать для него. Право быть использованным Богом лежит в другой плоскости, как мы сейчас и понимаем, это плоскость глиняный сосуд. Павел говорит мне эту сокровищу носим глиняным сосудом, чтобы была преизбитка, слава Богу. И пока Он не достигает этого в нас, когда у нас не будет этого сознания, мне кажется, мое служение будет только половую. Потому что в Нем не будет славы Христовой, а любое служение должно отразить славу нашего Господа Иисуса Христа. Он должен быть виден. Как Иоанн говорит, он должен быть виден, я был умолен. Не будет видна славы Христовой, хотя, может быть, мы будем о нашем служении слышать лестные слова, признания, благодарности. Но если там нет славы Иисуса Христа, если Он этим не прославляется, если Он не становится более реальным в тех людях, о которых мы это говорим, мы что-то не совсем правильно делаем, чтобы мне их немножко сказать. Не было, я уже говорил об этом, не было столь великого мужа, как Моисей, кто бы лицом к лицу говорит с Господом, с Богом, негодательно, как Библия говорит, а реально говорит с Богом, и Писание заявляет, что не было столь великого, чем Он, но Бог отмечает Его как, и просто не вскользь, а принципиально Бог отмечает, что Он был крутой. Это Бог показывает действительно, как Он говорит, что вот условия, великие в крутости. Хочу еще сделать такой вывод, для себя его делаю. По-настоящему великие, они не ищут признания. Они не ищут признания, они уже в сокрушенном, смиренном состоянии наслаждаются Богом. Им это достаточно. Им не нужно все остальное. Наслаждение Богом достаточно, и над всем превозносится очень высоко, чтобы искать какие-то временные, вот эти, которые исходят из гордости, мотивы и желания. Они не ищут признания, они уже в сокрушенном, смиренном состоянии наслаждаются Богом, и этого более чем достаточно для глубокой радости и глубокого удовлетворения. И мы все это знаем, мы все это переживали. Мы не первый год верующие, мы знаем, где живет наша радость, или где мы ее потеряли, может быть. И в этом парадокс. Парадокс небесного, оно в корне противовечит земному, плотскому. То, что в мире высоко, нормально, абсолютно неправильно в Божьем Царстве. В мире важно влияние, значимость, авторитет. В Божьем Царстве нищие духом. Всегда нуждаешься в Боге, умоленные, уничиженные, не мечтающие о себе. И это по духу Христа. Филипица 2, 6, 11. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Я знаю, мисс Ферта Низусть, знаю, я почитаю. Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек. Смирил себя, говорится о Боге. Который, вообще это не... Ну, представьте себе, что вы выбирали президента Соединенных Штатов Америки, и самая главная характеристика, он смиренный и сокрушенный очень. Скажите, он был сильный человек. Нам надо человеку, который действительно повез в страну. А это Бог, который появлялся вселенную. Он говорит, он смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной. Именно поэтому Бог привознес его и дал ему имя выше всякого имени. Да и пред именем Иисуса преклонили всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, всякий язык признал, что Господь Иисус Христос слава Бога Отца. Все пророки, все праведники, все пророки Ветхого Завета, они не росли в служении, они просто выполняли порученные Богом то, что требует от них призвания. Сейчас скажу вам одно парадоксальное место, которое меня как-то тоже, я как-то кое-что выстрелил. В Новом Завете апостолы, они тоже не росли. В чем-то. Если посмотрите внимательно, то в старости они уже не делали то, что они делали раньше. Помните апостол Павел? Оставил Филиппа больным Милите, Трухвим еле спас от смерти. Перед этим его тень, тень этого Петра. Все, что на нем только было, было настолько заряжено святом, что люди исцелялись. А после этого уже не было. Если мы называем это ростом. Просто Бог использовал свою славу, Он спасал. Был момент, когда Бог вот так строил Свое Царство, и Он это делал. Но это не потому, что где-то кто-то из них так как-то выскочил, что Бог его использовал. Что такое действие? Когда прошли годы, они уже не являют то, что было в активном служении, когда Бог хотел сделать то или иное, и Бог это делал через них. И они были действительно смирены, что Бог это через них сделал. Но это не значит, что они начали наращивать концу своей жизни. Что они, знаете, как прогрессивно шли, это делали. Поэтому не это является ростом. Это просто благодать Божия действует. Бог делает, что хочет, через кого хочет. Понятно, что структуры должны быть смиренные. Понятно, что через гордых Бог не действует. Мы о том сегодня говорили. Бог действует через смиренных. Если и был какой-то скачок в том, что Бог делал через них, это были где-нибудь Пятидесятницы. Когда они получили обытованное, и его получили все верующие, и его получают все верующие, если они рождены свыше, мы получаем совершенно новую жизнь, мы получаем совершенно новое сердце. Люди смотрят нас как на чудо, на диво. Вы сами смотрят на себя. Мне сегодня она сестра буквально полчаса рассказывала утром о своей жизни. И я так восхищался, стоял в моих, слава Богу, что вот так Бог вел человека. Пустого человека взял, жизнь такая перекошенная, перекособоченная, а Бог взял и благословил, благословил детей, все благословил. Если, хочу просто сделать заключение всего этого, если мы хотим выглядеть хорошо в глазах Божьих, нужно сознательно себя умолить. Кто себя возвышает, тот будет унижен, кто унижает, тот будет возвышен. Нужно осознанно себя умолить. А нам это не хочется. Мне это не хочется. Я сейчас не у вас говорю. Ну как это? А зачем? А зачем? Будь так, я же верю, я же... Бог говорит, кто не умолится, как дитя, тот не видит царства небесного. Что это значит? Потому что мы не хотим, потому что мы хотим выглядеть хорошо в глазах Божьих, и мы хотим как-то в глазах людей хорошо выглядеть, и мы не понимаем, что это так должно быть. Потому что мы хотим быть уважаемыми, и поэтому мы часто рисуемся, поэтому часто мы показываем такую показную деятельность. Мы когда рассказываем, о чем только что было, мы это украшаем. И когда говорим какой-то статистики, как-то неосознанно, как-то нас оттолкает добавить немножко в цифрах, показать что-то. Господь говорит, это не нужно. Он говорит, это вообще не нужно. Он говорит, не в этом суть. Мы пытаемся, когда мы это делаем, когда мы, как я сказал, что мы там завершаем, что-то такое делаем, мы пытаемся не в том, что мы там, мы пытаемся себя убедить, что делаем это для славы Божьей. Но тревога не оставляет нас, когда мы это делаем. Наше сердце тревожится, потому что это неправильно так делать, потому что не по Божьему Духу. Мы думаем, что растем, а на самом деле происходит потеря нашей нищеты, нашего смирения, потеря вот того малости, как Бог говорит Саулу. Зачем? Или Давиду говорил. Я тебе взял вес, почему ты это теряешь? Не теряй этого. Не обманывайся, не поддавайся на вот эти все ложные вещи. Мы теряем нужду в источнике. Появляется некая ужасная, опасная самодостаточность, умелость. Мы уже умеем что-то делать. И не раз получалось. И мы теряем эту нужду у Бога. Мы теряем нужду в том, чтобы ясну вот эта слава Божья больше и больше проявлялась. Как-то мне рассказывал президент нашей миссии, он говорит, что есть такой самый большой концерн, который семена разных зерновых и всего-всего, они как-то занимаются этим. Они селекционируют, селекционируют, селекционируют до тех пор, через множество мопуляций и предложений, чтобы выросло зерно, которое себя не воспроизводит. То есть для того, чтобы люди не могли посеять и потом опять селить свое. Чтобы они покупали опять у них семена эти. Чтобы у них опять покупали семена. И они это добились, что такое зерно, которое перестало воспроизводить. Но это бизнес. Это все понятно. Знаете, мы с вами не отвергаем Слово Божьего, но сейчас так комбинируем ее части, что нас ведет к значимости и гордыне, а не к тому, что Бог был ослаблен. Мы настолько это комбинируем, мы настолько это обставляем, настолько это близко нам, приятно нам, что мы просто берем и что-то делаем. Может быть, извините, я вам говорю, опять не надо говорить, вы, но я знаю, как это бывает в моем сердце. Бог говорит, это не нужно делать, это разрушительно, потому что гордыня всегда разрушительна, потому что само мнение всегда разрушительно, и потому что Бог нас будет смирять после этого, если мы сами не смиримся. Знаете, когда как-то, я отвечал некоторым, почему я, бывает, что имею посты в своей жизни, я просто, одна из десятков, может, сотни вещей, я не хочу, чтобы Бог меня как-то смирал каким-то способом, который мне не нравится, мне лучше самому, где-то как-то, вот, в те состояния, чтобы меня не нужно было потом исправлять. Я верю, что я дитя Божье, и я знаю, что своих детей будет, Бог в то состояние приводит, которое нужно. И я знаю, как в жизни, я знаю, какой это опыт, и поэтому, то, что ведет в нашей жизни в правой ситуации, Бог будет менять, Бог будет ломать, потому что любит нас, потому что Он, начавший у нас доброе дело, будет срочать до дня пришествия, потому что Бог прославится через каждого из нас, через те, кого Он делал своими, и поэтому, то, что является гордыней, оно разрушает. Если я, опять повторяю, если нужно в чем-то расти, то это в познании. Апостол Павел говорит, что он всю жизнь своим, потратил, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, с образуясь смертью Его. Вот это и есть возраст Христов. Это и есть возраст, может, совершенно. Это познать Христа, это участвовать в том, что Он, что Он, это идти Его путем. Это и есть то, что действительно в глазах Божьих выглядит как возраст. Я знаю, что нам приходит на ум, когда мы говорим о росте духовном, место из послания христианам, из 4 главе, главе 11 стиха. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все приемы в единство веры и познания Сына Божьего, и вот это место мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы не были более младенцами колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, полукавшихся человеком по хитрому искусству обращения. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть в главах Христос, из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскопляющих связей, предействуя в свою меру, каждый член получает прощение для себя в любви. Здесь сказано, что Бог поставил людей, чтобы они совершали святых, чтобы они стали похожими на Христа. Какой наш Христос? Как Он жил? Как Он себя позиционировал? После трехлетней школы, в которой прошли ученики, три с половиной года, апостолы, которые действительно были действительно Божьей славой, имена которых на основании нового иерусалима будут лежать, после этой трехлетней школы перед самыми страданиями ученики задают очень нормальный вопрос. Он говорит, что Он ее отставит. Они говорят, и кто же будет после тебя? Кто будет из нас большим? Это нормально. Мы сейчас все так осуждаем, но ученики действительно не знают, что будет. Он говорит, Господи, и кто? И кто будет? И помните, что Христос сказал? Умоливший себя, тот будет великим. Умоливший, это значит выросший, если мы понимаем правильный термин. То есть, тот, кто умолит себя, тот и будет великим. Тот, который умолил себя, и действительно малый, без претензий на важность или значимость. Бог сказал нам, хотите уподобиться Христу, растите вниз, а не вверх. Умоляйтесь, служите, работайте и будете превосновлены Богом. И что может быть выше и больше, как признание Божье? Когда даже мы понимаем, что в этом смысле сказано, когда Иисус показал пример Митианох, Он говорит нам, не демонстрируйте Митианох для примера, но потому, что это высоко для вас. Потому, что он был для Христа высоко. И потому, что это по сердцу вашему. Потому, что мы любим. Знаете, я когда как-то перед причастением проповедовал, я в это место из Иоанна Литриана, когда Иисус Иисус умил ноги своими учениками, и сказал, что это делайте, и я подумал, он это сделал, потому, что он их кем-то уже сделал. Я задал вопрос себе и задал вопрос церкви. Готовы ли мы помнить ноги тому человеку, который нам не очень нравится, который нам не очень, как-то нам симпатизирует, готовы ли мы это сделать, как самому великому святому? А каждый член церкви самый великой святой, потому что святость Божия от него прививает. Сегодня опять-таки вы это слышали. Готовы ли мы это сделать не для примера, не потому, что так надо сделать, а потому, что мы понимаем ценность этого, потому, что мы действительно понимаем, что это высоко, потому, что мы понимаем, что служить ближнему, служить нашим женам, служить нашим, может быть, людям, которые такие, знаете, какие-то невзрачные, не очень такие, которые мы хотим это высоко, это по сердцу Божьему, это сердце Божье. Когда Иисус Иисус говорит, будьте милосердны, Он говорит, что будьте подобны Богу, потому, что Бог милосерден. Это уподобляться Богу, это поступать божественно, когда проявляешь милость. Когда ты вот так делаешь, ты поступаешь божественно, потому, что Бог такой наш и потому, что Он нас. Из всего, в чем мы подражаем Иисусу Христу и апостолам, труднее всего подражать смирению. Но это и есть звелость, это и есть высота, это и есть богоподобность меру полного возраста Христова. Это источник смирения, из которого вытекают все добродетели по Духу Божьему. Так что давайте будем расти. И Бог благословит нас. Мы видим славу Божию, мы видим величие Божие и пусть в этом прославится наш Господь. Аминь. Давайте помолимся. Господи милосердный, Ты нам пример. Когда мы спутан Тебя, мы понимаем, насколько мы испорчены, насколько гордыня извратила нас, насколько наши претензии друг к другу и, может, в семьях, насколько действительно мы поступаем не по Твоему Духу, Господи. И Ты взялся за нас. И Ты сказал, что Ты действительно достигнешь Твоего образа в нас. И я так благодарен Тебя, Господь, за это. Я так благодарен Тебя, Господи, что в моей жизни Ты действительно это делаешь и не покидаешь, и не оставляешь это делать. Благодарю Тебя, Господи, за всякую школу, в которой Ты действительно это достигаешь. И я благодарю Тебя обетование, что Ты достигнешь Твоего, то, что Ты нашел у нас. Я хочу всегда быть послушным Тебе, Господь. Хочу всегда действительно понимать вот эту, как-то понимать эту мудрость Твою, что есть высота, что есть величина, Господь, и не поддаваться на какие-то мирские искушения, соблазны. Хочу, Господи, для каждого члена церкви, для всех, кто сейчас в этом зале, действительно понимание этого, и не просто понимание, чтобы это было Твое откровение, которое бы нам действительно сделало способными жить вот этой смиренной жизнью. Хочу, Господь, чтобы всем, особенно старшего возраста, мы дошли до конца, Господь, ясным умеем, здравым разумом, и Господи, чтобы мы до конца были теми, которые Тебе, Ты используешь и благословляешь. Благослови нас, пожалуйста. Благодарю Тебя за этот вечер, благодарю Тебя за то, что Ты был с нами, за то, что Слово Твое истинно, за то, что мы его имеем. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь.